Добрый день, уважаемые инвесторы! Вчера межбанковские ставки все-таки сжалились над участниками рынка и зафиксировали снижение. Так, индикативная Моспрайм по кредитам овернайт опустилась на 9 байсных пунктов до уровня 6,89% годовых. Безусловно, на межбанке перегрев сохраняется, при этом Банк России продолжает заливать рынок ликвидностью, но эти средства в полной мере не используются участниками рынка. Средств предоставляется больше, чем можно, но снятие перегрева это не способствует. Вот такая вот дилемма. Сегодня мы видим, что Банк России опять-таки увеличил лимит по операциям однодневного аукционного репо до уровня 1,8 трлн рублей, с вчерашних и без того больших 1,7 трлн рублей. То есть в последние дни выше 1,5 трлн держится лимит по однодневному репо и регулятор, естественно, пытается сбить напряжение, но пока это не получается. Собственно, мы видим, что у рубля дела все-таки не так плохо обстоят. Вчера довольно-таки хорошо укрепилась национальная валюта по отношению к евро, но вот сегодня мы видим, что опять-таки пошла валюта в обратную сторону, то есть евро укрепляется к рублю, евро в последние дни так вот штормит, доллар выглядит куда более спокойным. Также обратим внимание, что если говорить о перспективах рублевых бандов в следующем году, то естественным образом мы бы порекомендовали, во всяком случае, если покупать банды банковских имитентов, то делать это крайне осторожно, не лезть в лишние риски и выбирать все-таки имитентов, которых рынок хорошо знает и у которых рейтинг, естественно, находится на высоком уровне. Вот, например, банды Газпромбанка, Внешэкономбанка, ВТБ. Полагаем, что у этих рыночных игроков никаких, скажем, сюрпризов не случится в плане лицензии, поскольку уж если данные организации падут, то уж ни один банк не устоит. Поэтому данные облигации можно было бы как раз приобрести в следующем квартале. А также для диверсификации взять бумаги, например, РЖД, также которые наделены хорошим рейтингом. Ну и в корпоратах можно быть по фривольнее, так скажем. Здесь риски сектора в целом меньше, не финансового. Например, бумаги в МПЛКОМ, МТС, РОСы, Ленты, например, и прочих эмитентов. Смотрится довольно-таки неплохо. Это основные события, которые мы хотели бы на сегодня озвучить. Всем спасибо за внимание. До свидания.